Здравствуйте, мои уважаемые телезрительницы! Хочу продолжить тему диеты, а именно выхода из диеты. Два моих предыдущих видео были посвящены моей восточной диете, 10-дневной диете, и правильно было бы закончить эту тему, упомянув, как же правильно выйти из этой диеты. Принцип остаётся тот же самый. Вы всегда должны употреблять пищу 5 раз в день. Из которых 3 – это основных приёмы пищи, и 2 дополнительных – это перекусы. Не нужно слишком много перекусывать, объясняя себе, что вы не поправитесь от этого, что вы перекусываете совсем чуть-чуть, но запомните, что бы мы не вкладывали в свой организм, это всегда добавляет нам вес. Нет такого продукта, кроме воды, который бы не прибавлял нам лишний вес. Поэтому не нужно опять испытывать судьбу, не нужно опять набирать лишние килограммы, а нужно остановиться на том, к чему вы и пришли через вот эти 10 дней, проведённых на строгой диете. То есть без жира, без масла, без соли и без сахара. Нужно также употреблять 100 грамм белка в каждый ваш приём пищи и в 2 раза больше клетчатки. Если будучи на диете, вы употребляли клетчатку только в обеденный приём пищи, то теперь я, например, из своего опыта, я утром ем яйцо и немножечко салата. В обед я ем 100 грамм отварной рыбы, или это может быть запечённая рыба, я беру с собой её на работе, если я работаю в этот день. Или это кусочек нежирного мяса. Но если вы очень любите жирное мясо, если вы любите баранину, если вы любите жирную говядину, то, конечно, можно добавлять её в свой рацион, но не так часто. Но правило тарелки, что на тарелке всегда должно быть в 2 раза больше овощей, то есть салата какого-то, чем белка, чем мясо или рыбы. Немножко в первой половине дня, например, это может быть и обед, поскольку обед это обычно в 12 или час дня, можно добавить и углеводы, то есть какую-то кашу, крупу отварную, или гречку, или даже немножечко грубого помола муки, спагетти, то есть макарон. Но вечером, вообще после 3 часов никаких фруктов, никаких хлебных изделий, никакого растительного или животного жира дополнительно, например, в виде сливочного масла или большого количества оливкового масла в салате, когда вы принимаете ужин, тоже не нужно использовать, потому что это во второй половине дня будет приносить вам больше калорий, и вы будете набирать вес, потому что во второй половине дня обычно человек, он что делает? Он отдыхает, приходит с работы и поел и отдыхает, смотрит телевизор, редко когда он занимается какой-то активностью, особенно с возрастом. После 6 часов я не ем, если мне очень сильно хочется есть, опять же я выпиваю стакан кефира или 2 ложки йогурта, не сладкого и не жирного, и минеральная вода всегда это мой помощник номер 1. Опять я повторюсь, 5 раз в день нужно принимать пищу, небольшими порциями, так чтобы это была небольшая тарелка, то есть правило маленькой тарелки, небольшую тарелку нужно укладывать, все что вы думаете съесть, а в маленькую, и тогда вам будет казаться, об этом все в принципе говорят, это не новость, тогда вам будет казаться, что вы много съели, но на самом деле вы съели достаточную порцию, чтобы это хватило вам для поддержания вашей жизненной активности в течение дня и до следующего утра, когда вы спите. Ну вот, пожалуй, так и все. Опять же, когда вы вышли из восточной 10-дневной диеты, вы не будете хотеть сильно кушать, вы не будете хотеть есть большие порции, потому что ваш желудок уже сократился, он сжался, и он просто будет переполнен, и вы будете плохо себя чувствовать. Поэтому оставайтесь в той же порции, когда вы были на этой диете, ну просто добавляйте уже оливковое масло, добавляйте какие-то более жирные продукты, но не совсем жирные, но самое главное это есть по чуть-чуть и иметь два перекуса. Во время перекусов это обыкновенные фрукты. В первой половине дня вы можете есть там сочные, очень сладкие фрукты, такие как виноград или персики, а во второй половине дня лучше съесть яблоко, сливу или банан, и этого будет достаточно за день. Кроме того, я бы рекомендовала употреблять фрукты и овощи сезонные, то есть когда есть сезон на малину, на клубнику, то вот в этот период нужно есть именно эти фрукты, ягоды. Когда период созревания арбузов, то нужно есть тогда больше арбузов. Также и когда созревание помидоров, это летний период и всех остальных овощей, тоже нужно налегать на вот эти вот овощи, которые являются сезонными. Зимой все это имеет очень много добавок, которые, вы же понимаете, которые помогают сохранить этот продукт в течение зимы, и здесь присутствует элемент химических обработок. Поэтому я бы советовала всегда, всегда кушать сезонные продукты. Поэтому в зимний сезон нужно употреблять больше круп, салатов и меньше фруктов, потому что, опять же, это не сезонный продукт, и он обработан химическими веществами для поддержания его красивого и полноценного вида, чтобы он продался, чтобы он продавался. Также нужно продолжать употреблять 2 литра, примерно 2 литра воды в день. Воду лучше всего принимать за час до еды или через час-полтора-два после принятия пищи. Но в целом в день вода должна составлять, значит, суточный объем воды должен составлять около 2 литров. И желательно большую часть воды выпивать в первой половине дня, то есть в второй половине дня. Ни в коей мере не нужно нагружать ни свой желудок, ни свои почки. Потому что, когда мы употребляем очень много воды во второй половине дня, это идет нагрузка на почки, и утром мы просыпаемся с мешками под глазами. Ну вот и все по поводу выхода из восточной диеты, на которой вы находились, на которой я находилась недавно, 10 дней. И я хочу сказать, что до сих пор мне не хочется никаких больших порций. Еще вот хочу добавить, что очень полезно, значит, в течение дня, где-то, когда вот особенно это время перекусов, вы можете добавить в свой рацион какие-то орехи. Я предпочитаю грецкие орехи, я предпочитаю алманд, то есть миндаль, я предпочитаю миндаль, я предпочитаю грецкие орехи. И я иногда и ем сухой изюм, сухой виноград, потому что он тоже полезен. И иногда в сухофруктах, в сухофруктах, я хочу сказать, содержится большее количество полезных веществ для урегулирования вашего кишечника, чем в свежих. Ну вот на сегодня и все. Если у вас будут вопросы, вы можете опять же задать мне их, и я вам уже тогда в письменном виде оставлю дополнение к вот этому моему видео. И до новых встреч. Пока!